Природная достопримечательность под угрозой и большой резонанс в Казахстане вызвала тема строительства гостиницы на территории урочища «Бозжира» в Мангистауской области. В защиту памятника природы выступили не только местные активисты, но и иностранные туристы. И урочище «Бозжира» напоминает поверхность Марса, в прошлом – дно Древнего океана Тетис. Сейчас магнит для туристов из разных стран. В Министерстве экологии сообщили, щебень завезла команда инвесторов после осмотра возможной площадки для отеля. Стройматериалы в итоге убрали. А зачем они были нужны, никто не объяснил. Впрочем, работы на этой территории законом не запрещены. Хоть урочище является частью Устюртского государственного природного заповедника. Пока решения о строительстве не приняли, сначала инвесторы подготовят проект, потом пройдут общественные слушания. Такова процедура. И мнения активистов учтут, обещают чиновники. Также перед строительством утвержденный объект должен пройти оценку воздействия на окружающую среду. Урочище «Бозжира» сравнивают с пейзажами в штате Юта в США. Там прямо внутри каньона Point Campground построили отель. Два месяца, буквально сентябрь, октябрь, было представлено почти три концепции. Одну я не считаю, четыре, но три таких уже проработанных концепции. Это все дизайн концепций. Это все то, что инвестор сегодня только как в плане изыскания работает. Он думает, каким должен быть этот труд. Праздник на удаленке. Индустрия развлечений в Казахстане терпит огромные убытки. Бюджет страны недосчитывается налогов почти на полтора миллиона долларов. Проблемы озвучили в первом евразийском эвен-форуме в Нур-Султане. Организаторы праздников пытаются работать в онлайн-режиме. Предприниматели говорят, что заказы сократились вдвое. Почти 36 тысяч компаний зарабатывают лишь на организации госмероприятий. Однако сами на поддержку власти рассчитывать не могут. Водоросли включили даже в перечень освобожденных от налогов. Помочь обещает Минкультуры. Там уже готовят дополнение в госпрограмму, которые предусматривают поддержку креативной индустрии. 300 тысяч человек, которые работали в нашей индустрии, сейчас практически без работы сидят. Многие, конечно, уходят в другие профессии, что очень жалко. Кто-то идет медбратом работать, кто-то идет на доставку, кто-то идет в строительство. Это грустно. Это грустно, что мы теряем кадры, мы теряем профессионалов. 15 государственных программ, и ни одна из них не направлена на развитие индустрии культурно-событийной и развлекательной деятельности. В Душанбе прошли переговоры между министрами иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана. Главы МИД обсудили сотрудничество в сфере транспорта и использования водных ресурсов, а также взаимную инвестиционную деятельность. Особое внимание уделили вопросу о делимитации, демокрации линий государственной границы. По итогам переговоров подписана программа сотрудничества на ближайшие два года. Стороны обсудили взаимодействие стран на площадках международных организаций. В Беларуси развивают торфодобычу. Месторождение нашли еще в советские времена, сейчас их активно осваивают. Сотни тысяч тонн сырья каждый год становятся источником тепла и электричества для граждан. Торф с месторождения на переработку привозят в специальных составах. Десятки километров поезд преодолевает по узколейке, проложенной еще после войны. Завод в поселке Усяш – первый торфоперерабатывающий в Беларуси. Возвели его в 1952 году, и предприятие работает до сих пор. Продукция из торфа на рынке востребована. Торф сжигают не только для нужды производства, но и чтобы обогреть весь соседний двухтысячный поселок. Но главная задача сделать из сырья топлива, которое можно продать. Процесс изготовления торфабрикета на предприятии непростой, но максимально автоматизированный. Работники отмечают белорусский торфабрикет – качественный недорогой вид топлива, который дает много тепла. Большую часть продадут цементным заводам, остальное скупят владельцы частных домов, чтобы отапливать жилье зимой. На белорусский торф даже за границей есть спрос, но масштабная газификация все же снизила спрос на брикет. Потому из торфа сейчас делают и топливо, и грунты для сельского хозяйства. Говорят, что на такой почве все растет быстрее, и химии добавлять почти не надо. Всего в Беларуси 17 торфабрикетных заводов. Страна в пятерке лидеров по добыче этого топлива в мире. Благодаря торфу бюджет ежегодно экономит 100 миллионов долларов. Но ученые ищут новые перспективы для ценного сырья. Например, специалисты Института природопользования начали проект по производству активированного угля из торфа. Также предложили делать на его основе лечебные грязи и некоторые лекарства. В Беларуси добываются около 2,5 миллионов тонн торфа в год. Это позволяет заместить около 450 миллионов кубометров импортируемого природного газа. В ТВ многие дома отапливаются углем или дровами, но закупить достаточное количество топлива на долгую зиму могут не все. Власти решили помочь малоимущим жителям согреть их жилье. Жителям ТВ дарят тепло в прямом смысле слова. Помимо социальных выплат многодетной семьи, живущей в частных домах с печным отоплением, получают каменный уголь или дрова. Программа «Социальный уголь» стартовала в ТВ в 2016 году по поручению главы региона и оказалась востребованной. Число получателей постоянно растет. Если в 2018-м две тонны каменного угля и 100 кубометров дров получали около 1000 семей, то в этом году уже больше 3000. Также во время пандемии решено было согревать семьи не только с пятью и более детьми, как это было изначально, но и с четырьмя. Кроме того, из республиканского бюджета за них также оплачивают электроэнергию. В следующем году планку не снизят и более 3000 малоимущих семей получат адресную помощь в виде твердого топлива, обещают чиновники. Также сейчас депутаты Госдумы работают над законопроектом о бесплатном подключении газа. С момента реализации данного губернаторского проекта меру социальной поддержки в виде твердого топлива, дров и оплату за электроэнергию получили 7735 семей. Евросоюз отказывается от ископаемых источников энергии, чтобы брать ее у солнца, воды и ветра. Он хочет увеличить мощность морских ветряных электростанций в 25 раз к 2050 году. Таково новое предложение Еврокомиссии в рамках «зеленого» соглашения стран ЕС и ради нейтрализации воздействия людей на климат. Согласно плану, расположенные на воде ветряные фермы увеличат производство электроэнергии с 12 гигаватт до 60 к 2030 году и 300 к 2050 году. Но такое быстрое размещение большого количества сооружений и техники может навредить окружающей среде. Другой вопрос – стоимость. По оценкам Еврокомиссии, до 2050 года потребуется 800 миллиардов евро, чтобы ее планы «зеленой» трансформации увеличились успехом. Пока пандемия губит множество людей и разрушает хозяйство, многим странам ЕС будет трудно пускать деньги на ветер. Пусть он и дает чистую энергию. Эта стратегия принесет выигрыш и окружающей среде, и экономике. Мы делаем чистым наше энергоснабжение, поддерживаем европейскую промышленность, создаем рабочие места, защищаем биоразнообразие. Это дело явно срочное, и в нем есть потенциал. Первые образцы российской вакцины от коронавируса доставлены в Венгрию для клинических исследований. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиарта. Кроме того, одна из венгерских фармацевтических компаний получила из России необходимую документацию для организации производства вакцины «Спутник Ви». Таким образом, Венгрия может стать первой страной ЕС, в которой будет организовано ее производство. По данным соцопроса, проведенного в Венгрии, только 7% жителей страны выразили готовность воспользоваться российской вакциной и 4% китайской. В Еврокомиссии заявили, что с обеспокоенностью относятся к возможности проведения в Венгрии испытаний в последующего использования российской вакцины, так как она не прошла сертификацию в Европейском медицинском агентстве. Регистрация новых автомобилей Отрасль зарегистрировала спад на 7,8%, и незначальный рост в сентябре был первым в этом году. В целом, в январе по октябрь число регистраций новых автомобилей в Европейском Союзе упало на 26,8%. Ассоциация автомобилепроизводителей назвала такое сокращение автомобильного рынка из-за пандемии беспрецедентным. Это превышает убытки от финансового кризиса 2009 года, после которого на восстановление потребовал 6 лет, даже при запуске государственных стимулирующих механизмов. Все пять крупнейших рынков Европы пошли на снижение. В октябре объем продаж новых автомобилей снизился в Испании на 21%, во Франции на 9,5%, в Германии на 3,6%, в Италии на 2,1%, в Британии на 1,6%. Европейское правительство работает над спасением автомобильного сектора, которое сильно пострадало от падения спроса, вызванного коронавирусным кризисом. Германия заявила, что выделят 3 миллиарда евро на поддержку разработки и производства экологических чистых автомобилей. Франция предпринимает меры для помощи в покупке новых автомобилей, а итальянское правительство выделяет сотни миллионов евро на поддержку этого сектора. Редактор субтитров А.Семкин